Этих людей сложно узнать в толпе. Все привыкли различать их по аватаркам. Однако в интернет в среде нашего региона все они достаточно известны. В Чувашии выбрали лучшего блогера по итогам 2012 года. Сегодня в Чувашии около 500 человек ведут свой дневник, живой журнал или ЖЖ, проще говоря. Весь февраль региональная благосфера выбирала лучших из лучших. Организаторы старались сделать все по справедливости. Но споры о том, кто каких наград достоин, долго не стихали. Главной же целью премии было вовсе не породить подобные разговоры. Существует и проблема у Чувашии, у Чебоксар. Когда спрашивают, ты откуда, я говорю, Чебоксар, а где это? Приходится объяснять, это между Нижним и Казанью, на Волге и вот так вот, какими-то наводками. Вот призвано, чтобы развитие благосферы региональной именно узнали о блогерах. А через них, соответственно, о Чувашии, о Чебоксарах, о людях, которые там живут, о чем они думают, как живут, зачем и для чего. Вести свой блог несложно. А чтобы сделать его читаемым и интересным, нужно постараться. Как это сделать, блогерам рассказали на школе ЖЖ. Данный проект шагает по России почти год, а в Чувашии мастер-класс проводился во второй раз. Я очень рада, что первые два ряда заняли студенты, журналисты и вообще просто студенты. Для меня это, ну, сейчас такая одна из основных аудиторий, на которую мне очень хочется работать. О чем писать в своем интернет-дневнике каждый решает сам и выбирает то, что ему наиболее близко. Поэтому и номинации на премии были характерные. Гражданин года, корпоративный блог, культурный, репортаж года, женский блог и другие. У всех свой формат. Кто-то пишет о профессиональной деятельности, кто-то пишет о чем-то другом, о своем хобби и увлечениях больше. Получилось так, что я не хотела выводить работу на первый план, я не хотела что-то другое. То есть я писала о том, как живу. Геннадий Михайлов оценил чувашскую благосферу как достаточно активную среду. И если сравнить с другими регионами России, то она войдет в десятку лучших. Премия 2012 года еще раз подтвердила это. А блогером года был признан Альберт Ильин. Теперь как минимум год придется быть еще более серьезным блогером, скажем так. Блог это действительно мощный инструмент. И сегодня мне как бы сказали, мы даем тебе гаечный ключ. И твоя задача как минимум один год заворачивать гайки в нужную сторону. Какой станет благосфера чувашей в 2013 году, покажет время и будущая премия. А пока нам остается только следить за ее развитием. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.